всем привет дорогие друзья вещает и транслирует хакман продолжаем прохождение киберпанк 2077 а точнее мы его прошли прошлый раз но у нас есть возможность пройти это пройти финал с другой концовкой да сейчас мы это и сделаем прошлый раз если вы помните мы попросили помощи убести до вместе джонни сильверхэнда в этот раз я попробую по-другому возьму помощь по нам и так концовка с по нам поехали так да неловко вышло извини правда не извиняйся я знаю что происходит и дальше ведь тоже легче не будет никому из вас если тебе надо определиться я знаю хорошее место ладно веди что это вообще за место такое я когда-то водила туда джеки это недалеко джеки а он то здесь причем увидишь пойдем как напоминаю ребятки у нас другая концовка альтернативная а тут по-моему ничего нет крыша кто джек вот и все очейка мне конец надо же не похоже на джеки это было очень давно его мама как раз узнала что он присоединился к валентина когда с одной стороны синьора уэллс а с другой твоя банда правильный выбор сделать не получится да уж жизнь была не справедлива к джеки но несмотря на это он смог поверить в себя после того как я привела его сюда окей наконец-то выбрались на воздух я сделал это граффити или нет да что нужно садись тут и сиди пока все не обмозгуешь побыть наедине с собой последнее время у меня с этим сложновато слушай а что джек решил когда тут сидел что решил я стану легендой этого города и на этой ноте я наконец оставляю тебя давай пока спасибо ты меня напугал вообще-то думал ты решил отчалить я еще здесь это пока и если хочешь с кем-то попрощаться звони сейчас что хочешь сказать все пойдет по худшему сценарию нет но это в любом случае будет большой риск и если у нас не получится короче чем будем сиськи мять звони давай если есть кому колеса подождут ну по нам надо звонить я позвоню панам просто хочу ее услышать очень надеюсь что дело только в этом привет панам я ненадолго просто хотел тебя услышать интересно это время выбрал для звонка я не уверен что мы еще увидимся я не уверен что мы еще увидимся смысле окей отлично да нет я не про это определись уже что я сегодня должен кое-что сделать это будет опасно мягко говоря но я должен что должен это не телефонный разговор тогда хватит ныть и говори где ты сейчас в городе да окей тогда примасти где-нибудь свою задницу и жди я еду ты не понимаешь я уже не могу ждать это связано с тем про что ты мне раньше рассказывал связано окей слушай меня внимательно выход есть всегда делай вот что положи трубку подыши немного и подумай над тем что я сказала потом можешь позвонить еще раз мы договорились вместе мы справимся но не обсуждается итак поговорили даже не дала мне слова вставить ну и хорошо а то бы ты еще что лишнего наговорил хорошо что позвонил мне к сожалению было некому долго мы с тобой сюда добирались да только подумай мы начали блять на сраной помойке потом ты пытался меня убить и не говори а теперь я пытаюсь спасти твою шкуру и спасу будь уверен ну или позови по нам и ее гудронных крыс но тогда все они будут на твоей совести пусть на моей совести и всю жизнь жалея что продал душу дьяволу не этого точно не делать попрошу помощи у по нам попробую попросить помощи у по нам ты уверен назад откатиться уже не получится уверен я возьму с собой по нам надеюсь не случится я уже не смогу помочь понимаешь может быть это мой последний налет я хочу видеть что происходит все чувствовать ребята напоминает другая концовка с панам чё позвоните ну все я один кстати позвонить по нам по нам звоним конечно ну что готов говорить готов вот так то лучше рассказывай мне нужно воросака тавер сейчас куда прости я серьезно помнишь я говорил про джонни если сейчас ничего не сделать я умру так так слей топливо при чем тут это их технология под башней должна быть точка доступа к цифровой как бы это сказать в тюрьме душ в тюрьме душ по телефону это звучит тупо я знаю тюрьма называется микоши только там я могу отделиться от джонни других вариантов нет еще раз на всякий случай ты звонишь мне посреди ночи чтобы я помогла тебе попасть воросака кауэр иначе ты умрешь ну да что то вроде того окей в смысле окей где ты в клинике вика у рипера ты только не умри пока я еду могу попробовать круто не уходи никуда я скоро давай давай не ухожу так добраться до эзотерики вместе но для начала для начала так у нас пистолет винтовка пистолет наверное улучшаем правильно улучшаем правильно тема пестик а чё это заблокирован недостаточно компонентов редкий компонент для улучшения так 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 да смотрим чё у нас тут по золоченную бейсбольная бита 5 атак в секунду то есть 4 атаки в секунду у меня вот это лучше подтвердить да давай это тоже подтвердим теперь пушки все расхерачим ну кроме вот этих вот моих кроме тех моих которые дробовик еще оставляем дробовик автомат снайперка пистолет еще тут что-нибудь есть малориан да нет оставляем так как есть я не вижу смысл тут еще что-то ковырять просто все разбираем да и все просто все разбираем да и все так а якс а якс так а якс а якс так вот это оставляем 1200 1300 у меня 1400 правильно все сейчас вот это все говно разберем ну вот это еще оставим все да этот пистолет создание улучшения боле охренеть все мигом редкие компоненты эпические компоненты и редкие компоненты для улучшения давай еще всякое прицелы всякие тут глушаками я это все делал для того чтобы необычные необычные блин а есть это что-нибудь интересное модификатор так очень для птических имплантов кироша персонаж на всякие кепочки надо одеть не забыть авиатор нам не нужны так куртка на 160 единиц все остальное разбираем так это все тоже разбираем тут все окей вот 257 а это все остальное разбираем штанишки ботиночки так тут все хорошо подсвечит врагов которого заметили несмертельный так а чё тут еще есть и все да иммунную систему так и не сделали а тут еще что есть могу я что-то модифицировать ничего пока не могу так заражение сбой оружия сброс настроек замыкания сбой имплантов нарушение моторики звуковой шок свист 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 нам не нужно вот заражение заражение нет сбой с настроек злое оружие сбой имплантов амнезия перезагрузка оптики заражение пускай будет так вот тут есть модификатор скорость атаки все да так еще рюкзак 22 8 редкий компонент тут хрен его знает вот у гранаты тут все нужно вот этот чем-то разобрать давай разберем рюкзак да давай чем-то разберем аккумулятор физический урон термический урон кастеты аккумулятор малоемки 10 заряд так зверьная ярость а это что вообще такое тигриная лапа есть берсерк сокрушение пока оставим но хотя она не знает зачем это не счет надо сейчас максимально загрузимся короче говорит проблема там и Да, вот это вот еще. Да, оставим какой и есть прицел. Критический уровень на 8% усиливает, так, а это че? Недальность хруста вроде на 5 увеличивает. Так, не, вот это мы уберем. Все, да? Создание улучшения. Я неправильную винтовку беру. Вот. Все. Вот чипеца, подожди-ка. Создание улучшения. Я может какую-нибудь кепку, например, смогу увеличить. Вот маечку. Сапоги. Вот. Отлично. Все улучшили. Сохраняемся. Новое сохранение. Погнали. Забраться до из-за катерики мести в задание, пока он звонит колокол. так, ребятки, напоминаю, это финал киберпанк 2077. Финал прохождения. Так. Ви, это ты? Или... Да я, конечно. Да, это я. И что теперь? Пока что жду машину. Заходи. Секунду. Погнали. А тут вообще что есть? А, блин, аж лифт, я забыл. Ничего-то интересного нет. Следует за мести. Раз ты все равно ждешь, может, тебе погадать? Давай. Окей, давай. Некоторые считают, что неопределенность это зло и гадают, чтобы от нее избавиться. Другим кажется, что все зло от перемен. Это тоже неправда. Мы меняемся каждый день, каждую минуту своей жизни. Бояться нужно не перемен, а того, в кого мы можем превратиться. Главное, знать, что идешь верным путем. Я придумала этот расклад специально для тебя и Джонни. Твое будущее – это его будущее. И наоборот. Начнем. Где я готов? Начнем с тебя, Ви. Так. Так. Шут. Ха. Кто бы сомневался. Теперь давай разберемся в его значениях. Шут символизирует начало путешествия и появление в жизни чего-то нового. Это внутренний ребенок. Любопытный, но наивный и легкомысленный. Напоминает Ви, с которым я познакомилась. Мак. Это талантливый и харизматичный человек. Лидер. Прямо как Джонни. Карта перевернута. Это может означать зависимость и психические расстройства. Ага. Это сто процентов, Джонни. Он сам одно большое расстройство. Последние карты – это ваше будущее. Влюбленные. Слава. Наконец-то хоть что-то позитивное. Равновесие, дружба, любовь. Ага. Вилли, ты, кажется, что-то от меня скрываешь? А? Что? Почему? У тебя странный взгляд. Нет, нет. Все в порядке. Ладно. А Джонни? Луна. Ну. Звучит вроде бы неплохо. Не знаю. Луна – это тайна. Так, походу, приехали за мной. Кажется, это за тобой. Да, эту тачку ни с чем не перепутаешь. Дойду, уйду. Ты меня напугал до усрачки. Привет. Так здороваешься, что ли? Что-то может напугать. Эй. Мы тебе поможем, слышишь? Поехали скорей. Нас ждут в лагере. Ну, погнали. Удачи тебе там. Блин, не успел сказать и тебе тоже. Опа. 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 Вроде да. Это радует. Напугал ты нас. Отрубился по пути, растолкать не могли. Похоже, тебе и правда становится хуже. А нам велела мне за тобой приглядывать. Спасибо. К Солу пошла. Сидят там, припираются, думают, как тебя спасать. Тебе нужна помощь, это уж ясно, как белый день. Пойдем, отведу тебя к ним. Ну что вы, говорят скоро начнется война. А тут, кстати. Боюсь, у меня нет выбора меча. Но похоже, что и у нас его нет. А у нас же тут есть где-то. Вот. Магазин оружия. Пойдем-ка посмотрим. Люди уже знают, что завтра выдвигаемся. А не знают, какая у нас цель. Посмотри вокруг. Это мелкие налетчики и контрабандеры. Реальные боевые опыты. А? В чем дело? Давай, показывай, что у тебя тут есть. Так, патроны мне нужны. Вот. Редкие компоненты мне нужны. Редкие компоненты. А еще мне нужны. Так. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, ребятки. Улучшение. Эпические компоненты еще мне нужны. Давай, показывай, что у тебя тут есть. Эпический компонент. Все мне давай. Так, хорошо. Что у тебя тут? Модификация. На 5% при попадании. Давай-ка мы тебя купим. Критический урон еще на 8%. Отлично. Снаряжение. Вот. На 8%. Редко и необычные. Вот так. И песик у меня еще есть. Критический урон на 6. А лошадь, звук выстрела повышает вероятность критического впадания. Так, но это мы пока оставляем прицел. Тоже пока оставляем. А есть другой прицел? Другого прицела нет. Ну все получается, да? Создание улучшения. Сейчас мы пестик улучшим. Эпический компонент предметов. Эпический компонент предметов. У тебя они тут были. Да. Показывай, показывай. Сейчас создание улучшения. Не, ну надо же подготовиться, правильно? Повысьте уровень. Ой, не тот пистолетный, да? Улучшил, но ничего страшного. Все. Получается. Ну автомат еще можем подулочить. Мало ли, может автомат получше попадется. Недостаточно компонентов. Ну все, нормально. Сохраняемся. Ну вот не надо, Сол. Нормальный план, не мути воду. Давай без этого. Мы посылаем семью на смерть. А то, блядь, я не в курсе. Так, подождите-ка, я же забыл. У меня же еще могу улучшить всякие кепки, там майки. Все. Вот теперь точно все. Ты, как всегда, уверен, что все можно исправить, просто если вынести мне мозг в очередной... Ви, наконец-то. Здорово. Подкоп. Подкоп. Да, звучит бредово, но глупо упускать такую возможность. Корпорация Найт строит моглебный туннель для новой линии. Сечешь? Он, правда, под охраной Мелитеха, но с этим мы справимся. Если попадем в туннель, то до фундамента Аросака Тауэра останется около 800 метров. В туннеле работает ТПК корпорации Найт. Чтобы туда пробиться на такое расстояние, ему потребуется несколько минут. Скажи, ведь неплохо. Главное попасть внутрь, дальше будем импровизировать. Охрана, систему безопасности, кратчайший путь Микоши. Эти вопросы придется решать на месте. Окей. Ну, что скажешь? Давай так. Теоретически, это реально. Других идей все равно не так, что давайте готовиться. Нужно собрать больше информации. Только так можно понять, в каких местах план берет. Много где дырявый, Соло. Это я тебе уже сейчас могу сказать. Только какие варианты? Отменить операцию? Позволить им умереть? Ну, ты права по нам. Делать нечего, придется рискнуть. Это наш долг перед тобой. Спасибо. Альт Каннингем. Запустим дрон над этой площадкой. А я загляну к Мичу. Есть у меня идеи, как уравнять наши шансы с Мелитехом. Зайди к нам попозже. Пока оставлю тебя в когтях Соло. Только не решайте ничего без меня. Тебе что-то еще нужно? С Альт. Мне нужен доступ в сеть. Надо связаться кое с кем, кто поможет нам пройти в Микоши. И кто же это? Альт Каннингем. Она не... Это... Искин из-за Черного Заслона. Ты вообще в своем уме? С чего вдруг Искин станет помогать нам пройти в Микоши? С того, что я ее вежливо попрошу. Да блин, Вин. Да она поможет. Ты что? Короче, ладно. Мы и так сидим в говне по уши. Можем занырнуть и поглубже. Найди Дакоту. Она даст тебе оборудование и не будет спрашивать лишнего. Спасибо, Сол. Скажешь спасибо, когда выйдем из Микоши живыми и здоровыми. Так. Рипер, кстати, ничем этот не даст. Ничего, у тебя тут нету хорошего. 3% здоровья при победе над врагом. Так. Урон дронам. Подтверждение. Я вот про это имел ввиду. Вот так. Акселератор. Так, иммунная система ни хрена тут нет. Тут что? Так, тут. 200. 90, 140, 200. Броня, броня, броня. Так, ладно. Тут что? Цель строить во время уклонений. Замет время 70% на 2 секунды. 60%, 70% на 2 секунды. А тут что? На 3 секунды регулятор рефлексов. Это окей. Так, тут ничего. Запас здоровья на 30%. Вот. А хер ли мне на 30%, когда мне на 1,40? Вот так. Грузоподъемность на 60%. Сейчас мы тут. Смартлинк. Тут что я? А, ну тут всякое говно. Двойной прыжок. Клинки. Все получается. Спасибо, чувак. Ты мне помог. Спасибо. Поговорить с Дакотой, поговорить с Митчем. Журнал. Дакот отсюда. Хорошо. Доступ. Там будет зашифрованная борда. Мне надо, чтобы меня не засекли. Аппаратура справится? Он еще спрашивает. Я направляюсь на фронтир, Дакот. У тебя есть все, что нужно, чтобы правиться на ту сторону. Не бойся пытливых глаз. Ванна со льдом. Обожаю. Привет, Карл. Помогаешь Дакоте? Нет, сегодня помогаю тебе. Готов? Не знаю, сколько это займет. Что бы ни происходило, не пугайся. Ладно? А если ты будешь на грани обнуления? Обнуление? Это как? Ну все, поехали. Иди по векторам, брат. По векторам. Так. Это, по-моему, то же самое, что и в том прохождении. Привет. Привет. Привет, Аль. Ты пришел один. Джонни пока не доступен. Пока? Значит. Ты задвинул его подальше, как досадную помеху. Лишнего пассажира, которому лучше помалкивать на заднем сиденье. Мне нужно было встретиться с тобой. По-другому это невозможно. Только так. Через подавление. Ты это можешь? Быстро учишься. Давай кое-что проясним. Ты взялась помогать мне из-за Джонни? И как только его со мной не оказалось, решила сдать назад. Я не сдаю назад. В Микоши у меня есть целый интерес. Да? Ну ладно. А то мне показалось, у тебя ко мне какие-то претензии. Наблюдать за вашим взаимодействием было любопытно. У меня мало времени, Аль. Мне нужна твоя помощь. Ты правда считаешь время своей главной проблемой? Ты существуешь или не существуешь? Два состояния, между которыми смерть. Угу. Это как посмотреть. Лично я вот вроде как воскрес из мертвых. Теперь вопрос, что дальше-то? Думаешь, ты обманул смерть? Ведь эта смерть обманула тебя. Ты не здесь, не там. Лишь в Микоши ты начнешь это понимать. Там, в Микоши. Чего мне ждать? Там ты перейдешь границу. И, вероятно, в первый и последний раз ощутишь тяжесть собственного существования. К этому времени никто не бывает готов. Но я выживу. А Микоши не станет. А что будет с конструктами? Ты освободишь их? Они интегрируются со мной. Хватит трепаться. Давай к делу. Я переслала на щепку твоего нетранера программу. Тебе нужно будет запустить ее в Микоши. Она откроет тебе безопасные соединения. Мне надо найти какую-то конкретную точку доступа. Там будет непрошибаемый лед вокруг каждой. Это я тебе гарантирую. Чтобы войти, мне хватит и небольшого просвета. Используй щепку в Микоши. О безопасности я позабочусь. До встречи. Окей. Базару 0. Твою мать. Еще пару секунд, и выжглую глубобную долю. Это все равно, что пулю тебе в башку вогнал. Ты точно в порядке? Зашибись. Ну, это хорошо. Щепка. Я там на щепку одну программу записал. Не гони, нас окружает лед. Если его что и пробьет, то мои контроллеры сразу же... Охренеть. Убери это от меня! Спасибо, Дакота. Не за что. Аппаратуру поплавил. Так, задание обновлено, семье не выбирает. Так, что теперь Митч? Говорит, с Митчем. Парни? Говорят, у нас тут небольшой поход намечается. Скорее вы были в комикадзе. Заканчивайте тут. Привет. Сейчас. Окей. Сол меня зовет. Подойди потом к нам. Ладно. Вот, полюбуйся. Это тот самый? Ну, почти. Мы установили форсаж и тяжелую ракетную установку на крыше. И еще мы уменьшили массу практически на 60%. Скажи, красота, ты за штурвалом, а банан взглянул. Классно. Какой форсаж? Стандартный нитро или военный? Ну, нет. На стандартном эту крошку не разгонишь. То есть железо военное. Но как вы умудрились запихать все это в панцир? О, это не сложно. Мы со Скорпионом на войне не такое проворачивали. Завтра выпустим этого зверя, и своими глазами увидишь. Немного. А что за пушка на крыше? Скорострельная ракетная установка. Калибр 70 миллиметров. Синхронизируется с бортовым компьютером через личный порт. И где вы все это нарыли? Стэдди выгреб со свалки. Установка рабочая. Тут все путем. Проблема была в том, что снарядов нет. Но нам повезло. Дакота нам немного достала. Не спрашивай как. Блин, кататься обязательно. Можно сделать пару кругов. Для тренировки. Надо все-таки опробовать заранее. К управлению привыкнуть. Без проблем. Только давай вечером. Нам тут надо еще в паре мест подкрутить. Ага. Всего в паре. Да хватит уже бухти. Все мы успеем вовремя. Все, да, получается? Сол, ты хотел поговорить? Ага. Что, мы куда-то едем? Ладно, Фея. Дело очень простое. Мы, все кто тут собрался, у тебя в долгу. И это зло. Часть. Говори про себя, Сол. Но все-таки, несмотря ни на что, ты человек пришли. Причем и знает Сити, считая из другого мира. Прости по нам. Она знает. И нам что-то нужно с этим делать. Да, Сол. Исправим этот досадный недосмотр. Мы принимаем тебя в семью Аль-де-Кальто. Для своих семья всегда сделает все. Готов? Я готов. Охраняйте. Теперь ты один из нас. Ты Аль-де-Кальто. Круто, что ты теперь с нами. И не волнуйся, доставим мы тебя в этот миг. Правильно говорю? Добро пожаловать в семью. О, спасибо. Причем нового брата клана Аль-де-Кальто. Давай, Вик, скажи, что думаешь? Спасибо. Я правда очень ценю все это. Черт. Че-то я разволновался. Ну, дайте кто-нибудь платочек. Ну, надо человеку глазки утереть. На самом деле, это просто формальности. По факту, мы уже давно приняли тебя в семью. Ты спас мне задницу, как изволил заметить Больби. Митчу тоже, не говоря о панамах. Да иди ты. Ну, вообще, Сол, прав. Будем честны, для тебя моя жизнь была разбита на миллион кусков. Ты их разбил еще на миллион помельчиков. Угу. Но иногда это единственный способ сложить все заново. Так. Радно, слушай, семья. Сегодня мы празднуем, но завтра у нас чертовски важный день. Доделываем, что надо, и отдыхаем. Что-то мне опять херово. Давай, поднимем, возглаждайся славой. Ты могла бы хоть предупредить? И испортить все веселье? Ты в своем уме? Все в порядке? Да. Не волнуйся. Все путем. А курт на тебе как? Не жмет? Я свалил. Села как влетает. Вот просто на делай пошел. А ведь так и есть. Ты заслужил эту куртку. И доверие Альдеканде. Спасибо, пан. Захочешь поговорить? Я буду там наверху. Так. Что тут винтовка? Что такое-то? Злишься? Ну тогда я и порой. Я нашла под капотом своей машины докрую сороку. Птица ночью замерзла и решила погреться возле двигателя. А утром не смогла выдастся. Сварилась заживо. Я помню этот запах. Жженых перьев. Безнадежи. И смерти. Когда впервые увидели тебя, эта сорока возникла у меня перед глазами. Теперь я знаю почему. А, ясно. Не стоило мне поднимать эту тему. Твое будущее не высечено в камне. Помни об этом. А это у тебя что? Вроде распродажи? Да-да. Бери что хочешь. И по какому же поводу? Конец света. Красивый шест. Драматичный. Никакой драмы. Голый прагматизм. Я раздаю товар, чтобы побольше клиентов уцелело в завтрашней мясорубке. Что за товар? Так, снаряжение, рюкзак. Так, ну это говно. Чужого, редкое. Чужого, редкое. Чужого, 2632. Умные. Тысяча двести. Ну, короче, надо будет почекать потом. А что с прицелом есть? Что? Интересное. Блин, взяли у меня раздели, суки. 156 единиц брони. У меня тут 165 грузоподъемность. Ну, я лучше свою возьму. Поил. Че, я не одетый, что ли, остальное? Поил. Дорога, всю душу вытрясла. Порвали с качельниками дополнительно. Все тупо. Почему тупо? Ты как докатился до жизни так? Ты как принял ли такое, пиздать? Меньше слов, больше делать. Приехать сюда. А если сюда будет нет? Барит с митчем дополнительно. Че там? Ну, как дела? Пока пытаюсь уложить в голове то, что сейчас произошло. Это я могу понять. День, когда получаешь курку, не забывается. Ну, прокатимся? Давай, поехали. Ну, давай прокатимся. Так. Ну, давай, заводи. Так, а все горит зеленым светом. Хороший знак. Так, куда мы едем? Боби сказал, к востоку от лагеря есть свалка. Самое место для стрельбы по мишеням. Ну, поехали. Ага. Теперь проверим находку Тедди. Давай, Ви. Так, будто немного влево сносит, а? Поправить реально? Ты давай стрелять по этим ржавым бедрам, а я на ходу отелевую пациенту. Вроде получше, нет? Похоже на то. Стрельни еще разом дальше. Ага. Разом дальше. Так уж стрелять в старые автомобили. Завернуться в лагерь. Надо мне проверить, все ли там в брюхе настроено. А то, на мой слух, что-то все-таки не смыкается. Семья не выбирает вернуться в лагерь. Возвращаемся. Дальше я сам. Парковаться никому не доверен. Нормально. Так, погоди-ка, с митчем поговорить. Мы же с ним поговорили. Психуешь перед завтрашним? Да нет. Я уже никогда не психую. А ты не хочешь? Да нет. Не хочу, спасибо. На войне, перед первыми боями, нас тренировали на контроль стресса. Рассказать тебе как? Ну? Вводили специальный коктейль. Ускорители, анаболики, хер, значит, что там еще было. Пускали, короче, это дело по Вене. Биомониторы сходили с ума. Ненадолго. Потом успокаивали. И мы тоже. Никаких нервов. Пара десятков таких сессий, и спокойно делаешься, как там. В башке просто что-то щелкает, и выжигается то, что отвечает за страх. Так вроде запретили эти коктейли. Во время войны еще. Я тебя умоляю. Были же массовые случаи киберпсихоза в войсках. Ну, были. И что? Думаешь, Мелитех это парило? Киберпсихов грузили в самолеты и отправляли в клиники на Тайване. Каждый день. И новобранцы тоже поступали ежедневно. Накачивали нас этим говном, а мы и рады были. Деньги, аргумент такой, не поспоришь. То есть, ты вообще ничего не боишься? Ну, не все так просто. Насчет завтра я не волнуюсь. Уже не первый для меня это рейд. А вот все, что происходит в лагере... Короче, ладно, это я так. Не бери в голову. Я понял. Если не хочешь говорить, не настаиваю. Давай просто постараемся завтра сделать все, что в наших силах. Хороший план. Ты отдыхай. Я тут попробую еще прицел подкрутить. До завтра. Удачи. Давай, пока. Так, ну что, я же поговорил с ним. Или нет, или еще что-то надо. Все, да? Хорошо. Кочевниками дополнительно. И с кем мне тут разговаривать. Охренел, что ли, пацан? Мы знакомы? Эй, ты норм? Вы кто? Засиделся на месте. Походу не представь. Ассаляму алейкум. Охренеть, никто со мной не хочет разговаривать. Что, проблемы? Какая приятная встреча. Сенсоры спаят на больших высотах. Это плохо. Вот ты кто. В обряющем полете мы идти не сможем. Огонь и сила. Я скучаю. Засиделся на месте. Огонь и сила. Тебя мама признала. Вы знакомы? Засиделся на месте. Да что тут похер всем вообще. Что, как дела, мужики? Медитируем, да? Ты давай присядь с нами, Вик. У нас тут, понимаешь, маленький ритуал. А что за ритуал? Дарить по пиву накануне большого дня. А, вот оно что. Ну, а это не простое пиво. Это осталось от нашего первого контрабандного груза. Мы тогда приберегли пару ящиков. На счастье. Ага. И тогда кто-то сказал. А я сейчас уже не вспомню, кто. Короче. Мол, когда мы допьем все, счастье покинет. А, брехня это. Я в такое не верю. Ха, ну когда очередной открываешь, ручонка-то дрожит. Не, не пью. Лучше не буду пить перед рейдом. Не то чтобы понимаю, но уважаю. В другой раз. Вот именно за это и надо выпить. За завтра. За возвращение. За Соло и по нам. Потому что если они не договорятся, то все накроется медным тазом. Боб, ты всегда такой оптимист. Ви, ну ты-то, наверное, знаешь, как там у них дела. Они зарыли топор войны. Сам видел. Топор они зарыли. И на радостях решили послать нас на верную смерть. Ура, единодушие. Бобби, выдохни. Ты уж не обижайся, Ви. Я просто говорю, как есть. Это все из-за меня. Ставлю под удар весь клан. Простите. Не за что тебе прощения просить. Да, ситуация хреновая. Но если клан и сможет снова подняться, то именно благодаря тебе. И благодаря этому рейду. Вот раз в жизни я с ним соглашусь. Думаю, Панам знает, что делает. А она знает, чего хочет. Неплохо бы знать. Ты расслабься. Никто пока никому штурвал не передает. Вы лучше думайте про завтра, ребята. Вернемся живыми вот тогда и поиграем в политику. Это точно. Вы правда думаете, мы найдем там что-то хорошее? Редко так. Так, а с кем еще мне поговорить надо? С тобой что ли? Как думаешь, завтра все получится? Я знаю этих людей. Некоторых знаю лучше, чем себя. Я вижу их настрой. Это затишье перед бурей. Завтра они пойдут до конца. Да, не сомневаюсь. До завтра, Сол. Постой. Хочу кое-что между нами прояснить. Ну давай. Ты многое сделал для этой семьи. Для меня больше, чем кто угодно. Но мне важнее всего к вам. Так. Дай закончить. Я также знаю, что сейчас может нашу семью уничтожить. Разлад между мной и Панам. Если мы пойдем разными путями. В этот раз Альдекальда просто не переживут раскола. Ты понимаешь, к чему я сейчас веду? Ты мне помогаешь, потому что у тебя нет выхода. Ты хочешь, чтобы клан думал, будто вы с Панам договорились. Играешь в общем в политику. Все не так просто. Завтра мне посылать этих людей на смерть. Я должен быть уверен, что делаю это не только для тебя, себя или Панам. Все для блага семьи. Понимаю. Пока нет, но еще поймешь. Эта куртка не пустой жест. То есть, зла ты на меня не держишь? Завтра у нас важный день. Иди отдох. Понятно. Так, с кем еще разговаривать? Ну не с риперами явно. У нас говорят на дороге. Что такое? Сухает тут. Сухает. Ты смотри, кого ветром принесло. Тренируешься перед завтрашней? Можно и так сказать. Умей слышать молчание разума в грохоте выстрелов. Ну и что, все? Я узнал очень давно, когда был примерно в твоем возрасте. И помню до сих пор. Думаю, завтра грохота будет очень много. Вот и стараюсь пока запомнить тишину. Можно присоединиться? Я уже не помню, как это. Не слушать вечный поток мыслей. Если хочешь. Двенадцать бутылок за пятнадцать секунд. Нужно полностью сосредоточиться на задаче. Ты, конечно, не сможешь. Да ладно. Да пожалуйста. Спорю на револьвер, что ты не сможешь. Когда встанешь на линию, Я начну считать. На какой линию-то? Начали! Стоп! Вполне, вполне. Нам нужно еще поупражняться. Блин. Удачи тебе завтра. Врагам пожелаем понадобиться. Че еще, может, разок? Еще нельзя? Револьвер, может, какой-нибудь дашь? Нет? Нет, так не интересно. Давай еще. Ладно. С кем-то еще можно разговаривать-то. Вар, огонь и силы было, но... Тут может... Нет. Нет. Здорово. У нас говорят на дороге. Ну и все получается. С кем поговорить-то надо. С этим я побеседовал. Ну и получается все. Сколько можно-то? В принципе, она поговорит с качарниками. Не, а кто тут еще-то? С этим, наши пацаны, поговорить. Засиделась я на ней. Оля! Ради чего это все? Шлюшки какие-то. Поехали. клинга где вы есть огонь и сила получается больше никого нет мы знакомы ладно погнали к панам задоел это куда идти то 50 метров она там ухты а тут хорошо тебя что-то мучает расскажи мне ты же знаешь я всегда на твоей стороне да ничего меня не мучает по нам слушай ты прошлой ночью я не смогла заснуть и сегодня вряд ли удастся что тебя мучает дай-ка подумать завтра мне нужно вести свой клан на верную смерть так добавок этому со вдруг начал во всем со мной соглашаться я даже не знаю стоит ли мне этому радоваться люди в нас сомневаются я ведь вижу но все равно все уверенно что в случае чего по нам их вытащит конечно ведь кто же еще ты чувствуешь ответственность за них это вполне естественно меня пугает вовсе не ответственность я просто трезво смотрю на ситуацию сол принял все неправильные решения чтобы стать похожим на меня но только я знаю на что я гожусь а на что нет я не могу обещать чудес и боюсь до полусмерти если завтра что-то пойдет не так мы все по нам никто завтра не умрет откуда тебе знать люди клана сильнее чем ты думаешь пулем все равно кто сильный кто слабый это да тут ты права да не боишься смерти за тебя я боюсь гораздо больше иди ко мне я бы с тобой так до утра просидел ты не представляешь как мне это было нужно ну чё по коням ладно пошли уже а то жопу отморозим сол вернулся идем может у него есть новость так а чё я голый то вообще задание выполнен семьей не убирает ну вроде у меня все одеты но я почему то все равно голый странно ну-ка ну-ка так тебя провознать наемник уважают банды нато недостаточно пока не считаешь все легенды все они в одном теле превратился в настоящей совместной жизни хотя джейн трудно можно сказать что он живет с другой стороны свидание с бестией примирение с керри для него многое значили маленькие дружеские одолжения иногда помогают забыть о неизбежном то понимаешь что если план сработает то ты снова останешься на дне с собой ты чувствуешь что последний час близок тебе нужно пробоваться самара сака то вот че цены кожи и уничтожить девочек миссии сильверхендов понятно я про справить штуки не знал что это какой-то показатель ну как бы стояла и смотрела но лучше не заставлять их ждать куда идти то вроде все готовы на сколько это возможно такой рейд для многих впервые думаю меч им все развести ну че мы только что вернулись из разведки тебе надо это видеть давай спасибо план простой у нас две цели первая проникнуть в арасака тауэра и помочь Ви добраться до Микоши вторая по ходу дела вынести оттуда как можно больше техники это решит наши финансовые проблемы в Микоши мы можем проникнуть только если сделаем подкоп в подвалы арасака тауэра для этого надо пробиться на стройку магливаного туннеля и угнать ТПК корпорации Найт важная информация при помощи дрона я обнаружил несколько чувствительных мест проникнем через эту долину вряд ли они ожидают нападения но действовать все равно надо быстро важно снять охрану прежде чем они успеют предупредить своих а если не успеем вот тогда пригодится боб и его глушилка надо подобраться к их антенне и включить сигнал будем честны надолго их это не задержит надеюсь этого времени хватит а есть у них дроны система раннего оповещения всякое такое это не форт нокс но все таки найт пользуется услугами мили теха так что все может быть патрули наверняка будут но у нас дроны тоже есть тэдди будет следить чтобы предупредить нас вовремя что там у нас тэдди будет ну оттуда випа нам и я проходим на уровень лаборатории и ищем доступ в мекуши а пока будем делать подкоп там можно ждать сюрприз если все пойдет как намечено никто не успеет заметить нашего присутствия если хочешь еще осмотреть пожалуйста у нас есть время мне этого хватит то нормально сейчас разберемся пушки проапгрейжены все чем нужно сделано только вот одежда нечет не очень устраивает вот и все ты готов готов конечно но тогда заводим моторы блин я не пойму чё за херня почему я голый-то но броня тысяч семьдесят семь но поехали разносим все это говно к чертям доедем мы едем меня хорошо слышит я установил общий канал связи специально для вас из пустоши прямом эфире лад лад молчу ты дрон запустил птичка порхает и щепечет вы находитесь на территории предлежащей корпорации милитех так-так не мы не за этим пришли у меня все плохо ой подорваться подорваться конечно разберемся она удачной проверила все системы работ проверяю нитроинжектор в порядке пушка тоже рабочий да мы готовы ну тогда погнали чёрт можно это учить прямо сейчас я собью дроны ты займись панциром если нет вылезай еще есть все что я чувствую питание скоро вырубится хиро я все сделаю чтобы не сдохнуть на дороге что угодно сделаю потом будем импровизировать у нас получится панат не сдавайся надо порой на дорогу зачистить путь и переехать через мост больше никаких ошибок слышите мы и так уже успели отвезти по самому неболусству у нас все получится у нас все получится строительная площадка мочим этих тварей всех и что и и и и что-нибудь можешь сделать мы прикроем только давай скорее так надо бежать не правильно а чё за херня где еще дрона наш сейчас секунду кто там за кем проводить мечей карл бежим бежим блин сколько тут всякого горна подключаемся какие там протоколы защиты это не космическая станция это просто очень большое сверло расслабься карл пройдет как нож так ну что запускаем этот бур и на цели ну-ка если допустим другую этот куртку возьму 1072 но это кортко явно лучше ему нужно будет время тебе придется нас прикрывать да прикрой черт похоже там направление задано автоматически как-то уговоришь его повернуть старым обходным маневром и запусти аварийный режим ну тогда поехали наступают справа 11 процентов а чё за херня то это а охренеть ощущение что нет своей винтовкой стреляя да а чё за дерьмо то почему я не своей винтовкой стрелял смотри да чё за дерьмо так этот моему и правильно а с винтовкой то что 05 вот сейчас ребятки всего чаще шаша ребятки еще где секунду сейчас вас почпокают здесь восемь солдат 9 давай побыстрее да чтоб тебя 10 а я могу создать нет не могу походу да да есть спокойно да сейчас я всех по рублю чего там еще где-то 1 муж с этой стороны ну и где ты там сейчас я пойду развалил невозможно сохранить да блин провалился все сейчас кто-то нарвется идут на посадку спокойно сейчас мы с вами разбираться будем здесь я да да блин да блин как я и думал как я думал на нас брошенец целый отряд сейчас будет очень плохо против нас выстрелили небольшую армию нехерасие ни хера себе экшен 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 блин да луплю я всех 9 из 13 11 12 давай давай быстрее быстрее сейчас он оба на ништяк подожди у меня новый уровень сила уничтожения реакция винтовки реакция прокачиваем винтовки винтовки чё тут нас после обезврежения отдача 6 на 10 процентов отлично сейчас хранятся можно правильно блины так создать ничего нельзя успокоен ты должно быть время ладно погнали не будем патроны еще здесь патрон должны быть вчера себе тут мы их развали да я просто патроны собираю все веру доеду я мы выиграем для вас время сколько получится так чё тут ориентир какой-то что-то иначе они двинутся прямо на наш есть прямое попадание слушайте мы добрались до льда кэрол его раскалывает медленно но продвигается как там у вас шлюз хорошо защищен ну мочим это говно да щас мы разговариваем где кто еще здесь еще возвращаемся к вам так вернуться погнали погнали обитель зла да а чья же моя моя это была идея мне это чья а если бы ты знала раньше что будет поступила бы так же для любого человека из плана черт ух да а Альт. А кто это? Это Искин. Дикий. Тебе помогает Искин? Офигеть. Больше я ничему не удивляюсь. Да, только она может взломать систему Аросаки. И без неё нам никак не зайти в Микоши? Ну, без неё нам точно оттуда не выйти. А ты ей доверяешь? Этой, Альт? Да, она поможет. А что, тебе что-то напрягает? Я доверяю тебе. Этого хватит. Если ты полагаешься на неё, значит я готова положиться на твой выбор. Ну, спасибо. Должно получиться. Мы ведь уже почти у цели. Да, тут концовка совсем другая. Ну, чё там? Походу, тут больше ничего не работает. Сидим, ждём. Так я вот голый. Меня вот это смущает. Ага. Мы на месте. Далеко отсюда до Аросака Тауэр. Нет. Отсюда уже рукой подать. Поехали. Каждая минута на счету. Так, создание. Нам нужно боеприпаса для снайперки. Срочно. Давай-ка 20 обоим. Так, нам нужно для торговиков тоже штучек 20. Для винтовок. Снайперских винтов или пистолетов. Ну и тут на все оставшиеся. Тебе пора бы к этому привыкнуть, Сол. Жизнь не мало, что у меня Сакатауэр. Ребята, что такое? Милитех отрезал нашу настройки. Кэрол и остальных. Тебе пора бы к этому привыкнуть. Господи, пошли. Я беру панцир и возвращаюсь туда к ним. Тума сошел! Речи быть не может. Один ты панцир вести не сможешь. Только мозги свои тупые зажжешь. А что, есть другие идеи? Это же наши, панам. Я их не брошу. Сол, и ты на это согласишься? Ви объясните этому кретину. Меч прав. У нас есть шанс. Извиняюсь. А у них без меча никаких. Ты точно уверен? Конечно. Сол, это верное самоубийство. Вы о себе беспокойтесь. Они тебя убьют. Скоро увидим. Ну, так, мне кажется... Я иду к вам! Держитесь! В любом случае... Скажи ему! Нельзя отступать, иначе Шерман обраслит. Да. Вы, поднимитесь и гляньте, в чем там дело. Как поедете, я за вами прикрою. Понятно. Идем. Медь? Здесь я! Видишь? Живой! Береги себя! Пожалуйста! Да что мне сделается? Вы сами там доберетесь живыми до этого Микоши! Ну, понеслась! Отбой! Только бы больше ничего не накрылось. Че тут? Че вообще такое? Вируса надо запускать или че? Давай беги скорей. Я просто не в курсе, че тут делать надо. Подключайся и поехали. Похоже, двигатель перегрелся, когда сверло застряло в железобетоне. Ну что? Момент истины. Хорошо. Включился ручной режим. Бурим? Скважина, что ли? Короче, бурим тоннель, походу. Ого! Блин, да сейчас жопа тут какая-то будет. Отец. Панам, что такое? Панам, не молчи! Нет, 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 Панам! Да она живая. Я здесь, меня немного помяла, но жить буду. Панам, я уж думал, ты... Ничего, Ви, все в порядке. Опа-на! В туннеле пока чисто. Нет вести от мечи. Пока ничего. Я так и снова. Может, проникнуть отместить? М-м-м-м-м. Пошли. Закончим сети. Найти техническую шагу, кто? Присоединит с к мечу и соло. А это что? А это... А это... А это... А это... Чистическая мотка. Сохраняемся. Они защищают конструкцию от землетрясения. То есть мы ищу под землей. Так. Надо искать способ подняться наверх. Попадай себе в воздухе. Добро пожаловать в Найти. Нам надо спить их дроны. Я об этом пожалею. Так. Че надо автоматик? Дохнет. Блин, шо ж вы так... Подный цуетесь, а? Дохнет, ублюдок. Дохнет, ублюдок. Так. Еще куда дальше идем? Найти техническую шахту. Вот она. Вроде она идет наверх. Я иду. Сексохром какой-то. А ведь если подумать, мы сейчас прямо в том месте, где взорвалась бомба, уничтожившая башню. То есть, получается, что здесь до сих пор может ходить? Кто знает. Класс. Опа-на. Блин. Виль, что за дерьмо? Эй, Виль! Нормально все. Нельзя останавливаться. Кто-нибудь знает, где мы. Надо осмотреться, тогда я пойму. Там что-то есть. Только сперва надо убрать охрану. Охрану убрать от хорошего. ВИС сначала надо убрать стрелков. Лучше потихо мне это. Совсем. Конец. Черт, нас спалили. Всем приготовиться. По-тихому. Не, ну я хотел, я старался как мог. По-тихому. Прекрасно. Теперь все знают, что мы заглянули на огонек. Их там целый взвод. В здании включилась тревога. Засекли вибрацию во время подкопа. Блядь! Что теперь? Нужен разъем, ставить щепку альт. Еще минутку. Одну нашел недалеко, там сможешь подключиться. Выставить вратчайшие машины, но сначала надо как-то блокировку снять. Что, мне подключаться, что ли? Комната охраны. Я не трогала эту дверь. Ты же не хочешь, чтобы на нас свалился весь спецназ Тарасаки. Блин, ты с ними поближе хочешь посадиться? Давайся! У тебя нет шансов сбежать. Сейчас. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы их всех подчикаем. Быстро-быстро! У меня винтовку прошибает все, чем можно. Еще немного и завалим! Да стреляйте вы! Ух ты! Сучонок! Сейчас, сейчас, сейчас. Тихо! Минус, еще. А вы их и будете нести. Ладно, пристаю, это было клево! Отлично! На всех положили! Ну и что дальше-то делаем? Что это было? Я об этом пожалею! Блин, еще, что ли, кто-то? Сюда, походу, надо подключаться. Я на месте. Альт, мы в Микоши. Да. Сколько времени тебе нужно, чтобы... Я думаю. Чтоб у меня... Альт, получилось! Значит, мы можем идти дальше? Микоши? Открыть. Эй, вы там целы? Пока, да. Все хорошо? У меня, да. У меня тоже. Пошли. Погнали. Сохраняемся. Сохраняемся. Это что такое? Наш пацан. Вау. Осторожно, Ви. Ви. Сол. Я тоже чувствую. Что-то не так. Это тишина. Только у меня сейчас мурашки. Что тут случилось? Скоро узнаем. Микоши уже близко. Да, это, походу, от их расхерачил всех. Чёрный уровень опасности, чёрная тревога! Не спасайтесь! Я вас прикрою! Нет, нам сюда. Они пытались бежать, а она превратила машину в Кавкан. Это твоя Альта, я не берю. Иди отсюда. Нехер тут за наследить. Так, тюрьма Микоши. Это гражданские. За что их убивать? Элитный отряд охраны. Ну, чё там? От Микоши тебя отделяет всего несколько шагов. Кажется, ты наконец получишь свой шанс. Элитный отряд охраны. Кажется, уже недалеко, да? Нам надо пойти через зал. Оба-на. Там будет ядро. О, меня сейчас вырвет. Секунду. Так. Чё, погнали? Давай. Давай-ка вместе. Давай. Адам Смэйшер. Ни хера себе. Вот это но всадил. Погнали отсюда. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Панам ты бушев? Панам ты бушев? Так, 75 процентов. 7 за процента сейчас где он винтовочка мы 67 процентов я и так его лопу лил 57 процентов да спокоен часах часы их убью сейчас сейчас перезаряжусь 52 процента не промахнулся 7000 так вот этот внизу херня да чтоб тебя все внесли его да все сейчас сейчас они умрут все так есть мы шар ухты ёб просто сука он меня убил да не это так не интересно а я же вроде это вылечился но мне походу добил все таки но ничего сейчас надо собраться и развалить его жалосты вряд ли она помнит что такое жалость вот здесь от микоши тебя отделяет всего несколько шагов кажется уже недалеко сбой в работе био чип давай погнали блин бедный соло ну конечно в мазал не хела твою мать а тих 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 да чтоб ты тихо-тихо-тихо по нам подожди подожди же а все три процента 55 процентов где этот хер как скажешь 41 процент сейчас подожди подожди сучка 32 процента тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо спокойно а суки я вас понял все сейчас я буду по одному отстреливать это не задал задолбают здесь все еще будет норм есть одна один ушел тихо 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 все ушел где этот хер теперь блин с ученыша все еще сейчас сейчас еще 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 9800 18 процентов не где он да чтоб тебя так 97 процентов 0 процент все что по идее все он сдох еще бы что идет со смешером адам смешер я тебя помню ты когда-то пообещал что убьешь сильверхэнда я тебе открою маленький секрет сегодня с нами он не может говорить но я его чувствую у себя в голове что за херню ты несешь конце концов сильверхэнд добрался до тебя итак уровень новый сила винтовки короткоствол есть и чё нить еще какой-то херню пускай так будет черт невозможно сохранить игру добраться до точки доступа не очень я справлюсь я иду пожалуй по нам помогает ну давай уже мы опять в лед уходим а по нам чё нету оба на чё такое крыша я тут уже был на этой крыше джеки ты чё тут делаешь офигеть как ты вообще оказался в Микоши вышли в высшую лигу Мано оснанил Декс черный Христос по смерти 150 килограммов фиксера плохо где мы это сон что ли все будет хорошо это бред какой-то что с тобой почему ты так странно разговариваешь вместе знала она все знала джеки амиго неужели ты правда меня не узнаешь понятно понятно дружище увидимся по смерти пойдем же мы с тобой вперед по улочкам где нас под небом вечер ждет что распластался как под наркозом пациент по улочкам наполовину наполовину молчаливым в их шуме еще живы дешевые ночлежки где никогда не спят и кабаки с опилками что под ногой шуршат улочки что тянутся как роковой момент тоскливым споре где твой оппонент готовится тебя сразить задав вопрос только не спрашивай какой уже уходим мы с тобой не перевели хорошо в стихотворной форме оба на джоне походу да получилось я буду жить надо признать твой план был хорош ты меня конечно кошмарил джоне но надо сказать тебе спасибо пока ты будешь был со мной я учился преодолевать любую хуйню теперь меня уже ничто не остановит я это чувствую серьезно то есть насчет нас ты уже решил мать как еще Джонни скажу честно твою жопу ждет мощнейший пинок в истории пинков не знаю где ты приземлишься но надеюсь что где-нибудь подальше от меня хо 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 аль аль ты тут ты что до сих пор не понял чего ты о чем сейчас альт нас уже разделила она врубила душегуб как только ты подключился к микоши твоя баба времени не теряла я не его баба привет аль с разделением душ мы покончили я так понимаю что дальше мне осталось проверить контрольную сумму и устранить ошибки копирования н подожди ты ты хочешь сказать я конструкт она хочет сказать что ты теперь как я осталось только пересадить тебя в органическую клетку с нейронами ни хера себе погоди погоди я хочу узнать что со мной случилось подробности я использовала душегуб чтобы разделить вас и создать конструкт дополнительный анальгетический протокол блокировал болевые ощущения из анграммы не удалось устранить все изменения вызванные смешением сознания но ее целостность высока то есть ты можешь перенести его сознание обратно в мозг как если бы это был чистый носитель значит все кончено ты выполнила свое обещание я не приняла во внимание только один аспект аль какой при таких операциях тело ключевой фактор чип реконфигурировал днк слишком долго агрессивные препараты осложнили процесс и иммунная система начала атаковать мир блять давай сразу к делу ты умрешь вскоре после того как я скопирую конструкт в твое тело этого уже ничто не изменит охренеть нет неправда мы так не договаривались тебе осталось жить еще полгода может немного больше нет 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 должен быть способ мы можем что-то придумать твое тело будет считать тебя чужаком погоди это же мое тело биочип изменил его навсегда теперь оно принадлежит джон альт дай нам минуту нам с ви надо поговорить ну охренеть все было зря все было бесполезно я больше не могу я устал особенно от тебя охренеть вообще значит действуем по плану я ухожу сайт в ебаные ничто а ты забираешь тело и куда она может тебе увезти за черный заслон чтобы стать ее частью не знаю что это значит неужели нет другого пути повторюсь джун не может забрать твое тело а ты можешь пойти со мной я имел в виду не это разве не может быть типа счастливый конец для всех для всех то есть и для таких как мы не в этом городе черт возьми у тебя есть выбор ты заслужил его своим упорством мост ведет глубже в киберпространство если ты перейдешь его то навсегда упратишь связь с телом обратный путь к телу проходит через этот колонец да мы идем по плану жене прости капец конечно спуститься в колодец вернуть свое тело чё джонни пока ну чё ж полетели прощай девись до конца чё пучать через полгода все равно умру это киберпанк 2077 финал подойдет я по нам хорошо помню эту дамбу тут все началось я тогда совсем тебя еще не знала теперь знаешь пытаешься развести меня на сопливое признание да нет на сопливое тебе не разведешь нет смысла говорить что я о тебе думаю завтра мы отсюда уедем и начнем все сначала и ты и я вот тогда и спроси да уж поскорее бы жди нас аризона мы уже едем посмотри туда где то там эти твари из заросаки пытаются понять как они все потеряли скорее всего когда нибудь поймут но мы будем уже далеко они никогда нас не найдут это я тебе обещаю я знаю поэтому я хочу посмотреть на город подольше когда нибудь буду вспоминать о нем с улыбкой ну сегодня мы наконец развернемся и уедем навсегда мне кажется ты можешь улыбнуться уже сейчас а ты готов к долгой дороге по степям и пустыням не факт что ты еще увидишь эти непосредства а ты бы осталась ну если бы я все таки не захотел уезжать у меня есть семья Ви я не могу их бросить да и не хочу я рада что не пришлось выбирать ты с нами это самое главное а потом посмотрим потом давай все таки будем жить сейчас а не потом блин Ви тебе опять кровь не переживай не переживай все нормально что с нашим планом у наших уже все готово встречаемся с ними собираем добро и снимаемся с лагеря дорога будет скорее всего трудная но если не облажаться проскочим границу за считанные часы поехали отсюда сейчас постой смотри на этот город в последний раз но если хочешь конечно спеши я подожду в машине пойдем что смотреть проще спокойной ночи и удачи погнали капец какой то хватит этого говна они будут ждать нас на той стороне а наши сувениры из микоши если бы мы подъехали к воротам с таким оборудованием нас бы расстреляли без предупреждения у арасаки свои люди на каждом блокпосте мы проверяли но не все дороги так охраняют арасака прямо дежавю я что-то не то сказала просто вспомнил про джеки и про налет на арасаку сама знаешь чем все кончилось прости ты чего не извиняйся ты же ни при чем тем более теперь все будет по-другому я уверен так что получается мне полгода всего жить осталось что есть штука по которой я буду скучать это какая жратва тайская лапша на седьмой в хейвуде вареники в доках серьезно ну вот поездишь с нами тогда и поймешь о чем я ну так дожду не дождусь но это с одной стороны новая жизнь это сплошной хаос вот в этом я не сомневаюсь но зато это будет хорошая жизнь сто процентов ты скоро тоже убедишься что-то мы долго едем не на получается я прошел же на я смеющую а то буря тебя догонит иди ты мяч привет рад тебя слышать чумба как ты Дай мне ещё месяцок, и я буду как новенький. Говорил же, всё со мной будет нормально. Да ладно, Митч. После Микоша ты не очень-то и верил, что выберешься. И мы тоже. Он пару недель валялся в постели как овощи. И если бы не закалённая синапса, то что не было бы какой-то. Всё-таки служба в пантерных отрядах не прошла даром. По-любому мы живы только благодаря тебе. Жалко, что Соло нет с нами. И Тедди, и Боби, и Скорпион. Всё-таки до хера погибло людей. Так, солнечная батарея. О, это старикан. Привет, Митч. Привет. Как насчёт того, чтобы свалить отсюда нахер? Здорово. Как тут у вас? Всё готово? Да, мы почти закончили. Ты нашёл его, да? Там, где мы и думали. Значит, всё идёт по плану? Да, всё на мази. Прибегай с нами, будешь готов. Обсудим все вместе, что и так. Обсудить план с Панамой Митчем. Ну, пошли. Чё тут, какой смысл куда-то ещё ходить? Отлично. Тогда пройдёмся по плану. Официальные КПП отпадают, это ты сам понимаешь. Поэтому поедем по старому туннелю. Он рядом со стеной. Значит, вы нашли дверку в стене. Ловко. Скорее, не в Аппо. Это старый туннель для контрабанды. Один из уцелевших. Да, непросто было его найти через столько лет. Зато теперь нас уже ничто не остановит. Допустим, мы перебрались. Что дальше? Ну, для начала поедем в лагерь к остальным. А дальше уже все вместе двинем к Тусону. Там станет полегче? Я правильно понимаю? Мы знаем эти дороги как свои пять пальцев. А в Аризоне есть те, кто давно нам должен. У меня были сомнения, но, похоже, теперь можно не беспокоиться. С сегодняшнего дня тебе больше не нужно решать всё самому, Ви. Всегда будут те, кто тебе помогут. Ты привыкнешь. Спасибо. Ладно, пора выкатываться. А то ещё бурей накроет. Так, ну чё? Где финиш-то? Так. Сесть в Василиск. Дорога за горизонт. Мы готовы. Едем за Вами по нам. Ну что, газуем? Угу. Тогда подключайся. Мы и так тут засиделись. Секунду. Секунду. Угу. У тебя теперь новая жизнь. Ты должен начать её, как настоящий кочевник. За штурвалом. Угу. Поезжай прямо, огибай большие ямы. Винди теряй с виду остальные. Я разберусь с нитро. Смесь будет идти прямо в цилиндры. Потому что безручной синхронизации нас разнесёт к херам. Этого лучше бы избежать. Бля... До меня только что дошло. Что? Стена. Её не было, когда я была мелкой. Я даже не думала, что её построили. Но мне тогда казалось, что на севере всё иначе. Я думала, там меня ждёт светлое мать в обручную. Я знаю, что было дальше. Когда ты оказалась по ту сторону, ничего не поменялось, и ты подумала, что в Найт-Сити уж точно всё будет иначе. Да. И финал этой истории ты тоже знаешь. А теперь, как видишь, я возвращаюсь к началу. Пиздец. Нет. На той стороне, быть может, всё по-прежнему. Но ты-то изменилась. Сильно изменилась. Ну, может и так. Теперь ты у меня есть, ты и Мэтифлоу. Блин, надолго мы так будем ехать. Ты готов? Я всегда готов к чему. Тогда поднажмём. Давай, полный вперёд. Блин, буря ещё тут. Они выпустили дроны. Ух, её просто. Пересечь границу. Блин, ни хрена не видно. Попрощайся с Найт-Сити. Это твой последний шанс. Мне уже нечего ему сказать. Это точно. Так уже прощался. Заводи твое место за штурвалом. Ну, поехали. Как раз то, чего ты хотел. Твоя новая жизнь. Только не тормози по нам. Пожалуйста. Он тут так спокойно проезжает. Так, чё-то продырявили. Так, чё-то продырявил. ну это походу финал вот это вот чё по нам придет ко мне нет пришла под луной интересное кино ну как вот теперь все круто по нам мы едем домой ну и чё все получается четче грусть да принимаешь солнечные ванны на свежем воздухе не забывай иногда проверять свои импланты а то если песок или грязь попадут под изоляцию то все может ложиться и помирать я понимаю в пустошах проще найти четырехзвездочный отель чем нормального рикера так что может просто забежишь ко мне когда опять будешь в городе я думаю я для тебя могу даже сделать большую скидку до скорого ну и тут тоже персонажи по-моему это была та же что-то меня понесло так кто еще привет я все таки не успею сегодня вернуться в лагерь нам идет песчаная буря ехать опасно надо где-то укрыться и переждать я просто хотела я знаю что это не первый раз мы с тобой что-то планируем в итоге все накрывается никогда не думала что так тяжко быть главной со стороны все казалось гораздо легче но я так рада что ты у меня есть даже не можешь себе представить как много это значит для меня но вот мне надо идти я скоро к тебе вернусь обещаю так еще кто должен быть ага меч я как подумаю что мы вместе провернули до сих пор сердце колотится горстка кочевников против аросаки как мы вообще живыми ушли все против нас было я думал все там полежат но у нас получилось я тебе скажу почему потому что нас вел не кто-нибудь а ты самый дерзкий наемник во всей Америке от пасифики до опалачей не знаю что ты будешь делать какие у тебя планы но помни мы пойдем за тобой в огонь и в воду только скажи удачи тебе на дорогах береги себя спасибо там еще кто должен быть все все да получается все но нет бестия я хотела ммм автоответчик а ну и ладно Ви у меня такой вопрос ты сможешь передать от меня сообщение Джонни и даже два первое он нагло разбалованный хер с манией величия и второе я рада что мы с ним поговорили это все берегите себя там оба так бестия не было еще значит кто должен быть ревер ревер посидел подумал может быть ты найдешь всему этому какое нибудь применение так сказать во благо я не забыл что ты сделал для нас для меня и для Рэнди этому городу нужны такие люди как ты а снарягу уж я обеспечу это тебе за помощью услышимся ну короче это все да все не джек еще я звонил еще в нашей программы по обеспечению жильем бездом так вот не хочешь ты управлять моим личным отрядом телохранителей ты знаешь что у меня не так много людей которым я могу доверять а на следующей неделе мы собираемся повысить налоги так что я заранее готовлюсь к худшему приезжай и обсудим подробности поговорим о поплате на безопасности я никогда не экономлю подумай хорошо я на связи но в этот раз все или нет вместе еще я тут в общем подумала о тебе и решила быстро разложить карты я знаю знаю надо было гадать с тобой чтобы результат был яснее но мы так долго не виделись и в общем ты меня понял и знаешь что я вытащила колесницу влюбленных и солнце похоже тебя ждет счастливая жизнь не зря ты все таки уехал в пустоши удачи и будь свободен но теперь точно все повторюсь как в прошлом варианте прохождения очень крутая игра очень глубокая проработанная многое конечно было лишним но кучу всего в инвентаре но это наверное издержки такого рода игр в целом остальная прокачка мне понравилось оружие понравилось боевая система тоже в принципе такая неплохая продуманная это последняя концовка которую я буду проходить на этом мы все темы заканчиваем все пока до будущих стримов спасибо всем кто смотрел спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok